«Я не спасал тебя, кроме как милостью для миров», — сказал Аллах о посланнике Аллаху Саламу. Так почему же сегодняшний мир так жесток? Почему мы, мусульмане, жестоки и грубы? Где же то милосердие? Ведь посланник Аллаха Саламу Саламу сказал, «Я, айюха, насу, иннама ана рахматум мухда». «О люди!» — сказал посланник Аллаху Саламу. «Я, милость Всевышнего Аллаха в дар для вас», — сказал посланник Аллаху Саламу. Милость, милосердие. Вот что его отличало, отличало нашего посланника Мухаммада Саламу Саламу. К сожалению, сегодня современная молодежь, такие чувства, как милосердие, терпеливость, сострадание, эти качества воспринимаются как человеческую слабость. Говорят, что в этом мире нужно быть волком, нужно быть хищником. Валлахи, нет. То, что Всевышним Аллахом нам даровано, легче всего достается через доброту. Посланник Аллаху Саламу сказал, «В чем бы ни проявилась доброта, она ее украсит. А в чем бы ни проявилась жесткость и грубость, она ее калечит», — сказал посланник Аллаху Саламу. «Достигайте свои цели через доброту, вы большего достигнете в обращении со своей семьей, с женой, со своими подопечными, со своими подчиненными, с кем бы то ни было, даже с тем, кто вам должен и обязан. Говорите о своих правах по-доброму, красиво, терпеливо. Тем самым вы большего достигнете. Да, вам супруга обязана, но требуйте свое право, и у нее по-доброму, ласково, красиво. И она пусть у вас требует то, что ей полагается через доброту. Ибо посланник Аллаху Саламу не зря сказал, не зря призвал нас к доброте. Доброты нам сегодня не хватает. Мы все ужесточились. Откуда появляются люди, которые способны, человека, человека втроем пинать ногами перед всеми людьми? Откуда эти люди появились? С именами нашими они появились из нас. Поэтому, дорогие братья, этого нам не хватает. Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Ва Саляма, обращаясь к своим рабам, сказал, «Ам лям яарифу расуляхум фахум лягу мункерун». Разве они не узнали своего пророка? И как они могли его ослушаться и не признать его? Незнание нашего пророка Салли Аллаху Алейхи Ва Саляма – большая беда сегодня для нас. Изучайте его жизнь. Украсть этим свое время. Лучшее чтение – это чтение жизни описания пророка Салли Аллаху Алейхи Ва Саляма. И лучший урок, и лучший пример только лишь в нем. Он вас научит. И деньги зарабатывать он вас научит. И быть главой семьи. Кем бы вам не пришлось, какую бы роль в этой жизни вам не пришлось исполнять, в этом для вас пример Посланника Аллаха Салли Аллаху Алейхи Ва Саляма. Больше читайте книги о Посланнике Аллаху Алейхи Ва Саляма. Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Ва Саляма целиком рахма, целиком милосердия, милосердия ко всему, милосердия к человеку, милосердия к природе, милосердия к животным. Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейхи Ва Саляма заступался за угнетенного животного к своему, обращаясь к его хозяину. Животные к Посланнику Аллаха Салли Аллаху Алейхи Ва Саляма со слезами обращались с жалобами на своих жестоких хозяев и посланник Аллаха, так же, как за людей угнетенных, притесненных, заступался даже за животных. Вот наша религия. Милосердие – не слабость. Милосердие – это облик нашего посланника Аллаха, становясь добрее и милосерднее, вы становитесь больше похожи на лучшего из людей и на совершенного из людей Мухаммада. Продолжение следует...